запись пошла всем привет сегодня у нас 2 ноября тема мы обозначили это mpc разбор кейсов сколько у нас прошло три недели примерно ну да где-то первого седьмого числа первые клиенты сейчас как бы расскажем показывать ничего не будем потому что это неправильно думаю на слово нам поверите и те люди которые мы это делали будем надеяться будут комментарии или под этим видео ну или где-либо другой пост создадим если будет в этом потребность приступать привет всем ну в принципе уже пост делали вот недавно работе да значит мы где-то по-разному там заходили разные клиенты но вот начало где-то было седьмого числа в среднем всех вот я сейчас расскажу конкретно по каждому кейсу что как вообще произошло что мы сделали какие результаты потом я расскажу что там за выводы были а в конце стать эти вопросы поотвечаем вот ну такой структуре где-то все и построим так так давайте начнем наверно плохие там ситуация была следующая обратился к нам человек он получается вывез товар часть товара он вывез на припад часть состава на флей у него получается площадь листинг на месяц там ну короче и цена на этом на амазоне у него была короче такая что он продавал в минус 70 центов вот но мы сразу сказать что там короче все будет но не очень вот но он настаивал типа давайте попробуем мы попробовали накрутили ему в минус 120 баксов там что-то было две продажи вот ну вернули короче деньги вот такой вот неудачный опыт был вот потом что у нас еще было ага да вот товар это наверное провтыкал я когда выбирал ну оценивал все там товар получается такой что продаж в нише не так много то есть там ну потолок там 300 у топовых только там каких-то ребят я не знаю какие они танцы с бубнами делаешь они делают чуть больше продаж вот в принципе мы ему попробовать но мы настроили ему рекламу у него допустимый окос при котором реклама бы работала в ноги это 15 процентов вот чтобы просто понимали вот но мы ему ну раньше у него было там около 70 80 процентов окос мы ему скинули вот за последнюю неделю с на 5 статистику 65 и 2 вот он понимает прекрасно что сбывает товар мы я предложил ему альтернативы так как ну не сработало это мы взяли еще два других его листинга но там стоты мало по ним потому что мы приблизительно где-то две недели по ним крутим но один из товаров вот этих новых уже number one release а второй там он выходил из стока вчера только в сток попал короче тоже ну непонятно вот вот дальше дальше уже кейс более-менее такой вот хороший я расскажу что мы делаем мы получается сначала прежде чем приступить к PPC мы полностью оцениваем рынок конкурентов конкурент ну конкурентность самого предложения в разрезе рынка спрос максимальное количество продаж какая маржа допустимые опоссы и все остальное вот значит был такой у нас кейс мы создали новую рк полностью там мануальному ну и авто там уже работала значит вот это наша реклама получит там максимум в нише было в среднем 300 продаж вот в месяц у конкурентов ну 300 там 200 и вот этот офис который мы работали он был на 2 доллара дороже средней рыночной цены вот значит мы запустили рекламу полностью и к концу месяца вот мы сделали за все это время всего лишь две правки сегодня вот мы делали последнюю третью правку мы как работаем мы запускаем 9 дней крут крутим рекламу и потом у нас есть статистика за семь дней потому что за два дня ну амазон не подтягивает еще вот значит у нее ако сейчас 38 и 4 процента допустимый 42 процента значит за месяц до работы именно с нами она продала 104 единицы товара и заработал приблизительно 190 баксов вот там не сильно высоко маржинальный товар вот с нами вот за приблизительно 25 дней мы посчитали она продала 126 единиц товара то есть на 22 единицы товара больше и не за месяц с 25 дней и мы еще подняли цену на 1 доллар вот поэтому прошлом месяце заработал 190 в этом месяце она уже вот заработала двести семьдесят пять и три пакса это с учетом того что главный ключ по которому продается этот товар спрос на него упал в месяц когда мы приступили в два раза вот вот так как ей просто наши услуги покрывать было не невыгодно на следующий месяц да мы ее настроили там и увеличили но по факту если посмотреть она бы то что мы увеличили перекрывала перекрывала бы наши услуги поэтому мы завтра где-то с ней созвонимся дадим рекомендации и она будет дальше там все изменять и вести уже так значит что тут вот другой значит кейс средний чек товара там около 40 баксов до нас у него получается в день был просто минус он продал минус профита с продаж не было вообще мы получается в первую неделю мы ему перестроили его старой рекламной кампании в первую неделю мы профит к нулю свели и уменьшили расходы он раньше крутил dpc получается на бюджет у него был обще 150 баксов в день мы скинули до 70 вот и при этом не потеряли продажи а даже увеличили но незначительно там что-то в пике там ну на 5 продаж больше но мы в два раза уменьшили бюджет даже больше вот но сохранили при этом количество удержали продаж но к концу месяца он был уже в прибыли 240 баксов не много не мало но так как товар дорогой получается он там с нами доход у него был 6 250 плюс он подтянулся по органическим ключам вот и мы его окос получается который был до этого на 15 процентов приблизительно сделали меньше это с учетом того что мы внесли изменения в рекламу два раза ну и плюс мы нашли кучу там новых конвертищих ключевых слов вот мы с ним перестали работать по причине того что у него там китайцы какие-то дурные что они но не могли отгрузить товары у меня какие-то проблемы со стоком и что он пока мест в сток попадет он будет просто непонятно зачем там с нами работать это такой кейс вот так 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 ну естественно я еще забыл но я забыла говорить что мы прежде чем приступать на некоторым на некоторых этих листингах мы грубо говоря даже перевела ну перекручиваем даже фотографии переделываем ну вносим рекомендации где-то серчермы переделываем где-то тайтл переделываем все остальное вот некоторые допустим вот как было вот этой рассказывала женщина ну немного сделала но мы прекратили ей просто дадим рекомендации ей там но мы ничего не меняем вот ну то есть мы проделываем огромный кусок работы прежде чем вообще приступать к пи-пи-си потому что невозможно то есть отделять пи-пи-си от вообще всего листинга и всего там рынка в целом потому что это все конверсии это все окосы и так далее и тому подобное так следующий кейс получается мне нравится такой кейс мы за него взялись и я вообще рад что мы за него взялись короче товара на 35к цена закупа товара чтобы понимали такая же как продает главный конкурент на амазоне вот то есть а мы 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 продаем получается насколько приблизительно сейчас мы продаем с ним сейчас короче на 17 баксов приблизительно на 20 выше рынка вот значит что цель просто сбыть товар потому что ну немного про втыкали с товаром но раньше получается в день было вот за но я беру статистику за две недели до того как мы приступили к работе с ним это получается было у него с 2 недели сто девять продаж и каждый день он продавал в минус 150 баксов день если брать статистику за последние две недели работы с нами у него сто двадцать пять продаж и минус девяносто четыре бакса в день то есть мы ему ну если посчитать это мы сэкономили ему полторы тысячи долларов убытка в месяц и при этом мы еще подняли цену ему на шесть баксов вот в последнюю неделю ну по чуть-чуть по чуть-чуть поднимали еще на шесть баксов вот вот такой вот кейс ну и дальше работаем продаем докручиваем это тоже мы сегодня третий раз внесли только изменения в рекламу мы окосы дальше там находим ключи и все остальное докручиваем плюс фотографии меняем мы не так мы не так делаем что сразу все меняем мы по чуть-чуть вносим изменения сначала сначала допустим тайтл потом серстермы потом фотки и смотрим там либо подняли цену и ждем потому что если делать сразу кучу телодвижения потом невозможно светить что принесло в итоге нам результат так значит следующий кейс это товар короче на 50 тысяч тоже когда мы только начали с ним работать мы ну короче была цель сбыть товар потому что беда ну немножко на 50 тысяч товара купили не того что надо вот в итоге короче что произошло мы что мы сделали там там у этого клиента 5 листьев значит мы переделали фотографии местами поменяли некоторые заменили вставили я заметил ко мне много ребят обратилась им делали там под ключ фотки не буду говорить кто ну короче задорого но если присмотреться там короче не совсем вообще как-то они сделаны то есть ты читаешь и страх ужас просто люди как-то не именно как люди будут читать там кучи текста кирпичи текста которые никто не читает или еще что-то вот короче да мы ему поменяли фотки на там на трех листингах листинге мы поменяли оффер чуть-чуть но позиционера мы покрутили по одному получается не получалось ничего мы сменили категорию открыли категорию вот сменили категории в категории уже пошли продажи какой результат получился за это за 13 дней посчитали он оставлял уже отзыв об этом у него потолок был 15 продаж в день то есть а в среднем было 10-13 там продаж в день мы сделали так что у него потолок продаж стал 47 продаж в день вот и в среднем у него 30-35 продаж там в день есть мы сначала скинули цену немного поднялись получается по ну настроили шкипи си все поднялись по органике и потом задрали цену и вот даже с такой ценой продажи в принципе не упали вот и то есть раньше там вообще ну не зарабатывались продажи была цель вообще забыть этот товар а сейчас даже зарабатывают да немного конечно там процент маржи по сравнению со стоимостью товара не такой большой но сам факт короче за 13 дней доход мы вернули на 7 с половиной тысяч долларов это такой самый сочный кейс вроде как ничего не забыл сказать вот говорил я для себя выписал вообще инсайты которые вот у меня были после работы это не всем получается подходит введение постоянной ппс потому что вот мы как я рассказывал настроили да в итоге начали зарабатывать зарабатывать клиент больше начал а если посчитать еще стоимость наших услуг он короче ну ничего у него сильно не поменялось вот поэтому есть возможно смысл это делать один раз и настраивать потом я понял самый главный еще момент люди вообще не понимают масштабы ппс настройки у них в голове это максимум строить авторекламу включить и дать с моря погоды либо добавить какие-то ключи поставить по ним вставки и все здоровенный кусок работы ну там обучается курс этого брайна там сумасшедший просто сколько он идет там чтобы научиться работать в том же ппс скопе надо месяц где-то месяц для того чтобы там круто научиться и то сначала надо научиться работать в таблицах как правильно рассказывать чтобы потом ппс скопе и только потом уже ты начинаешь ловировать в этом сам и уже совсем по-другому настраиваешь не так как он настраивал у тебя другие инсайты потому что курс меняется а у людей нет этого понимания что по ппс можно тупо продвигаться даже если использовать другие схемы там выкупы не верифай и все остальное ппс это еще увеличивает буст продаж за счет если того там как наточить ключи которые вставляешь в ппс вот какой еще важный инсайд ко мне пришел круто если человек обращается то есть тогда есть возможность вообще дать рекомендации там оценить рынок потому что люди элементарно даже не знают какая емкость продаж в рынке то есть там не были клиенты которые мне говорят я не понимаю почему нет продаж я открываю листинг по юникорд смешеру ключевой запрос беру по юникорд смешеру открывает сортирую количество продаж в месяц там больше 30 нет вот и я смотрю по гугл трендсу два месяца назад это там было в этом и все и либо люди берут и у них в голове мысль о том что они с какого-то перепугу могут продавать на 10 баксов либо до их предложение вообще ровным счетом ничем не отличается от конкурентов либо оно отличается но в листинге ну ровным счетом ничего об этом не сказано либо я сделал кастомизацию поменял свет ручки и все берите мой товар на 10 баксов дороже рынка вот это по моему неправильно то есть и подведу итог что круче когда если обращаться человек до того момента когда он отпустил тогда мы можем сказать так слушай надо тут подожди не плати китайцы надо тут еще вот это добавить то добавить а может offer какой-то там какую-то плюшку добавить тогда уже на этой стадии будет работать классно круто и можно стартовать так про рынок в целом я говорил ну да люди вот это большая проблема что не видят рынок вообще конкурентов сколько у них продаж и все остальное и они даже знают какой потолок они вообще могут убереться не следят за спросом то есть по google trends элементарно по ключам момент выбирания товар был пик спроса когда он приехал на склад нет и они часто говорят что типа вот у меня тогда было 30 продаж сейчас там 5 продаж но их и не будет больше ну ладно да туда далеко уходить смысла нет потому что на самом деле люди так думают потому что они верят тем кто им это сказал что поставь рядом вот коробочку поставь рядом подарок который никому не нужно и ты думаешь товар на 10 долларов дороже продавать так что принципе это понятно у меня единственный самый главный вопрос из этого всего выходит это именно сроки время на сроки пи-пи-си тоже понятно сложно и несложно и так далее но вот как ты считаешь что я понимаю месяц точно хватает два месяца потому что когда я набираю статистику по автомату это месяц вообще не 2 я месяц вообще его не трогать то есть я понимаю что каждого даже если я выдерну там чистки эрт-инспектор там серф терм да и там топ-20 или я через ребят выдерну сейчас серф терм опять у нас есть эта услуга и все равно у них будут свои вот я сейчас надо момент три одинаковых товара одинаковые листинги вообще практически серф термами все одинаково серф терм кстати проиндексировался примерно одинаково то есть некоторые ключи не прошли как я и говорил что робот он некоторые вещи не может понять и он соответственно если это рыбалка охота плавание он не может его ассоциировать с музыкой спортом там я не знаю танцами и так далее то есть в любом случае какая-то логика есть но получается такая история что am the one проиндексировал абсолютно всех по-разному то есть в амазоне я в любом случае проиндексировался по местам совершенно по-разному вот из-за этого для меня статистика нужна автомат нужен вот я его набираю примерно месяц это первая стадия когда я начинаю его вскрывать потом соответственно второй месяц и потом я уже начинаю понимать куда мне трафик заливать внешний внутренний там ppc настраивать ну то есть я потому что ппс могу честно сказать я его использую это первое это набор статистики и второе куда мне ли трафик в том числе и ппс ну да я могу чуть-чуть дополнить насчет этого пока месяц забыл насчет того что вот автомат только для набора ключей за месяц потому что да там обучают сначала включить автоматы набирать ключи но когда у тебя есть опыт в принципе там есть очевидные вещи когда ты смотришь на рынок и ты понимаешь какие ключи через программы там там ты ну ладно тогда давай вот такой мне дай мне тогда вот мне инсайт такой знаешь какой я понимаю ключи особенно мы говорим например я говорю например разложил весь товар не вопрос я понимаю пять основных высокочастотник 5 средний частотник ну это мы так грубо и 5 низкочастотник то есть я разложил что мне с ними сделать свой человек просто советую который просто нас слушает и не зря время потратил и я мне будет интересно вот на старте или на каком-то этапе как ты себе это видишь горячих но мы так не делаем как сделать как делаете вы тогда хорошо я тебе расскажу как мы делаем мы берем просто конкурентов в топовых кто продает прогоняем там через несколько программ вот и у нас есть и мы каждый у нас есть пол ключей из 200 ключей допустим низкочастотники среднечастотники есть программа которая позволяет это все проверить они низкочастотные среднечастотные и каждый ключ вручную проверяем как показывается кто показывается поэтому и оцениваем по каждому ключу конкуренцию и мы тогда уже на стадии подбора ключей можем предположить что здесь можно показывать подписи и здесь не будет рядом стоять конкурент из 4000 отзывов и человек будет просто кликать на тебя и уходить к ним вот как это можно сделать а просто взять пять ключей это ни к чему не приведет набрать большой пул ключей ставит там бюджета небольшие смотреть вот так по чуть-чуть подрезать сейчас есть куча куча программ которые позволяют делать вот да еще какой инсайд это я понял что люди часто спрашивают о том чтобы ну им надо некоторым людям настройку и мы как делаем мы настраиваем даем отчет ежедневно значит вот так то было в конце недели сказали значит вот что мы сделали в программе сохраняются все изменения но люди не понимают как это что это зачем и у них начинается вот это вот боль спрос что они хотят чтобы их научили этому всему поэтому я думаю что есть смысл наверное сделать такую штуку как еще плюс обучение именно конкретно на этом на рекламной кампании клиента вот ну вот в принципе все инсайты что я хотел сказать я тебе сумку здесь кинул на вопросы переходи тогда фэнгаут фэнгаут в смысле ну на вопросы давай отвечай тогда хотя этот вопрос всего один от сергей на данный момент и немножко укололи эмпа больше принципе никакой информации давайте задавайте вопрос если есть конкретика ну вот у меня у меня есть условия не а где ты мне это сбросил ну а где ты мне это сбросил фэнгаут это сбросил в чат сейчас я мне просто тачпад так тупит могу это вот не сделать а ты можешь почитать Сергей Полянский говорит есть какая-то статистика или наблюдение какой товар успешный продвигается через PPC дешевый, дорогой, поток ну короче, какой товар нет тут вообще понятия какой лучше, дешевый, дорогой это все зависит от первое, это насколько конкурентное предложение второе, это какая конкуренция все, а там уже сказать лучше, хуже это невозможно какой товар там понимаешь какого вот нет ну единственное, что у меня был в прошлогодке опыт с Automotive, где-то 5 листингов ну вот в Automotive у меня что-то ни хрена не получалось так Сережа спрашивает вопросы по АМС можно? что? АМС, знаешь, что это такое? Амазон это такое это тоже как оно называется а что, в чем вопрос, что значит можно? да, да, задайте вопрос, да и все а мы скажем, знаем, не знаем, да и все что спрашивают, а какими программами вы пользуетесь? что, прям полить так, да? прям спаливать? не, ну, можно сказать можно сказать, что это Google AdWords пользуемся сонаром пользуемся и руками пользуемся с пометкой новое изменение в рекламных подготовках 24-27 ноября есть какая-то информация нужных у Амазона? и? ну, какая у тебя информация есть там от Брайана Джонсона? нет, нет никакой еще ну, какая-нибудь расскажет он или Саша да, обязательно расскажу, ребята мы за всем этим мониторим за всеми обновлениями как будет все сразу скажу как там, да что там вот, что там еще? может, есть вопросы? да, смотрю в Bluetooth наушнике был опыт? в Bluetooth наушнике? товар, который придумают? ну, да, смысл? есть к тебе обращаться с таким товаром? ну, мне надо пусть бросит мне в личку осин себестоимость и я посмотрю если есть отчеты по PPC ну, по Search Term репортс, короче тоже пусть бросит я тогда скажу есть смыслы так я не могу сказать по АМС вопрос если возможность получить подробную статистику по Headline Search и Product Display в отчетах Амазона очень мало статистики ну, я же говорю фишка в том, что мы в этом еще сильно не разбирались и мы в этом непрофессионально еще знаем поэтому я не хочу ребятам говорить то, чего я в этом не сильно разбираюсь мы над этим работаем простоты мало ну, поэтому ничего не надо сказать ты ППС Тулсом пользуешься? нет так, Сережа Пучков по Headline Search и Product Display статистик подробно собрать невозможно только базовый отчет больше ничего нет ну, вот они друг друга отвечают Александр Назаренко странный ответ по наушникам почему, Саша? странный товар специфический специфический да, ну, мне нужно же понимать ну, мне пишут люди начинают спрашивать а 50% вопроса это нормально? да я же не знаю даже маржу я не видел рынка что не видел? ну, как правило как правило, ненормально то есть, если нормально то в любом случае можете математику посчитать так я сейчас говорю что-то да, ну, надо людям просто объяснить смотри просто если у вас наценка как многие говорят там как это называется меня каждый раз это убивает ну, смысл, короче 100% наценку вы имеете 30% чего-то там маржи 30% соответственно вас окос 30% гипотетически более-менее устраивает потому что PPC у нас это в любом случае этот, как его звать инструмент для продвижения да, это не заработок на PPC зарабатывает ну, редкий случай я могу вот сказать мой опыт я всегда говорил к PPC достаточно ровно отношусь, мягко говоря вот и когда все хорошо хороший идет запуск реально PPC дает просто башносрывный результат и на автомате просто до 50% продаж с окосом 10-20% в легкую при наценке в 200 в 300 в 400 в 500 а ты представь сколько он даст еще больше если еще и настроить наверное соответственно мы с тобой интегрируемся как-нибудь если вот смотри я очень долго с Владимиром спорили мы дискутировали все остальные по неверифайу я их внес в свою стратегию наверное только наверное только в мае и я это поставил на поток чтобы действительно уменьшить количество верифая чтобы это все вот знаешь то есть именно стратегии я не люблю вообще вот одними инструментами когда мне начинают говорить про какие-то одни инструменты мне это раздражает потому что это неправильно и если не будет комплексных мер тогда не будет запасного варианта то есть ну представишь PPC спокойно может провалиться спокойно раздача спокойно может провалиться все может и когда мне спрашивают только раздача да не только раздача там много всяких действий дополнительных начиная с хорошего литинга заканчивая действительно каким-то там вливанием трафика трафик мы умеем например контролируемый это этот как его звать там выкупы там и так далее кто-то до сих пор вера линчем я думаю он уж сдох опять видео смотрю опять люди вера линч зонбласт вера линч зонбласт вера линч да емое да это зонбласт зайдите в группу вот у кого бабок нет вот у меня не было денег год назад Я сидел спокойно и в группе набивал по купонам по 40 людей Зачем мне платить еще кому-то? Я не вижу вообще проблем Просто если вы хотите по купонам раздавать, они занимаются по купонам раздачи Представляете, какие у них запаленные аккаунты у этих людей И когда вы по купонам в принципе раздаете, у вас сразу галка стоит Я раньше по купонам раздавал для продвижения Со всеми там всякими супер юрлами, всеми делами И еще помимо всего прочего, я это делал для чего? Для того, чтобы получить отзывы Я получал до 70% отзывов До 70% отзывов Но в январе и феврале была двойная чистка Мне все до одного 300 отзывов убрали Все до одного То есть галочка эта сработает рано или поздно По крайней мере по отзывам сильно из-за этого Любое палево, любой купон, еще какие-то действия Я не знаю, сейчас рассылка мне человек написал Троих в Израиле забанили За то, что они там, я не знаю, что-то косячит в рассылке Все будет ужесточаться Чем меньше мы действий делаем, тем лучше на самом деле И чем мы на старте выливали Сделали выливание Как это, первого миллиардера, если спросить, где он там Он только не может отчитаться за первый свой миллион Так же и здесь Вот на начальной стадии, вот пока у нас есть буст Все четко сделали, все очень так скрупулезно Как хирург Все четко, тук-тук-тук-тук И вот из-за этого, в принципе, мы с тобой, да Потихонечку, потихонечку Просто сейчас Новый год, сейчас куча всяких этих действий Я просто даже и тебя дергать не хочу А на будущем, в принципе, можно этот проект попробовать И тогда просто это влить в наш процесс запуска И просто, грубо говоря, один из кусков будет запуск еще PPC Вполне возможно То есть просто, понимаешь, когда и так все хорошо Я говорю, ну блин, ну что там еще там выдумывать Из-за этого я очень-очень Долго проверяю любую технологию Которую она действительно должна Вот ты сейчас статистику набираешь Я тебя включу вот в это вот Или там вообще PPC, в принципе, буду включать в тот момент Когда уже действительно будет там КПД больше 50% Соответственно И мы вот потихонечку к этому идем Просто я говорю Я не знаю, я не вижу проблем там И когда мне рассказывают там про какие-то обороты Про какие-то доходы Или про что-то, какие-то другие вещи Время покажет Куда спешить Еще такая фишка, что Ну, можно, если вот Я не скрываю того, что я тоже пользуюсь неверифаем Просто я не покупаю сразу миллион неверифаем С учетом того, что я включаю сразу PPC И я могу взять себе немного верифаев У меня будет пуст с помощью неверифаев И я еще PPC подключу А фишка PPC в чем? Это инвестиция, которая мне не надо из моего там И сейчас, и здесь, и сейчас вырывать Это я беру как взаймы у Amazon Это как раз, как раз замутка Амазона Что у тебя бабок нет Ты в долги влезаешь А потом у тебя снимают Это как раз Не, в этом отношении Амазон молодцы Илюха спрашивает Федор Суплементом работаешь? С кем? Суплементом Не знаю, что это такое Не работаем, Илья Нет Если хочешь, вон, созвонитесь, пообщайтесь Поднять свой СМС Есть на самом деле, наверное, куча программ Которые тоже можно юзать Но мы как-то вот У нас есть уже наработанное Работает Зачем нам по сторонам сильно смотреть? Добавки он написал Добавки? Ну да Ну в любом случае Можно созвониться До этого самого Хорошо, без проблем Мы всегда открыты к нам Так, Давид Если работает Экзакт Броты фрази Экзакт Лучи Негатив положить Или нет Тут такие же частные вопросы пошли Думаю, мне кажется Здесь Давайте, я думаю В личку можете писать И отвечу Да, так Владимир спрашивает Если авто ППС Окупается При двух долларах Бит И Дневном бюджете Двести долларов То А Мануал ППС Бит Ставить меньше Или больше Что же Я думаю В личку Вот эти все нюансы Тут уже Это надо с товаром смотреть То есть Тут Ребята Давайте просто В общем Такие вот вещи Потому что Вот В любом случае Тут Так не расскажешь Надо Мне кажется Я вообще люблю с товаром Работать Потому что Так очень тяжело Надо статистику посмотреть Ну конечно Это невозможно Просто Тем более Вот эти сокращения Тут прочитать Эти все иероглифы Тут народ Наверное Кто нас смотрит Это самое Потом эти лайвы То чуть-чуть Не в теме думаете На каком языке Я не разговариваю Я просто Действительно Не могу сказать ничего Если я не посмотрю На товар Никакого места Ты нет Александр спрашивает Как сейчас зачистка отзывов Вроде стало меньше шума Уже меньше чисел Ну вопрос Начать с чего На самом деле Я вот вроде Нигде не кипишовал И ничего не писал Больше меня Я не знаю Вообще кто отзыв делает По верифай Не верифай Ну верифай Естественно Я сам не делаю Просто у нас уже Там достаточно большая бригада Ребят этим занимается Везде есть косяки Я ни разу не слышал Ни про одного человека Только одни положительные вещи Это первый момент Второй момент По поводу зачисток Перечисток Пожалуйста Ну я не знаю Как это даже правильно сказать Наверное Обращайтесь К первоисточнику Или действительно К серьезным людям А не к тем людям Которые нихрена Вообще в этом не разбирают Которые там Я не знаю Блин Нам возврат этих По гарантии Мы запарились отзывы писать Когда Очень много просто косяков Почему мы правила написали Почему Мы там пытаемся Какую-то в рамки Просто профессионализм Растет у людей Но приходят опять новички Приходят опять какие-то косяки И начинаешь заново Все это переделать Вот Было две чистки недавно То есть за последние там 30 дней там текущие Было две чистки Почистили Одних Почистили других Пытаемся Закономерно поймать Смотрим какие причины Почему да как Вот Она то уходит То приходит Когда еще чистки не было Американцев там чистили И народ тут кипишовал Который вообще в этом Ничего не разбирается Особенно мне нравится Когда дроперы По этому поводу Что-то пишут Или онлайн арбитражники Которые Блин я не знаю Сами Сами спрашивают И потом начинается Вот от них Вот эта возня Непонятная Я не знаю Чтобы на дропшую все перешли Хотя мы сегодня Денисом Судимчик Как раз по этому поводу Прикалывались Мы тут У нас новых там Инсайдов набралось За последний там месяц Мы говорим Блин дроп то и не совсем Ты и рисковый По сравнению с приватом Просто чем дальше Тем больше дроп Вот По поводу отзывов Как работали Так работаем Некоторые аккаунты Некоторые аккаунты Почему-то очень много чистят Некоторые аккаунты Понятно почему Много чистят Некоторые аккаунты Почищают по чуть-чуть Некоторые аккаунты Вообще не чистят Для меня что такое У меня на одном аккаунте Вообще ничего не чистят А на другом чистят Есть два момента Во-первых Не верифай верифай Я считаю не верифай Ну я не знаю Раз в 10 Ну надо сказать Не в 10 наверное Ровно во столько безопаснее Насколько меньше пишется отзыв С каждого аккаунта То есть с не верифай Если вы посмотрите Там пишется там По-моему до 5 у нас отзывов 3, 4, 5 отзывов А с верифай Обратите внимание Пишется десятками, сотнями Кто пишет верифай Очень многие кстати не верифай Пишут, я специально мониторил Это те же самые люди Кто пишет верифай Вот те кто пишет верифай Имейте ввиду Что вас могут спокойно В ближайшее время забанить Это опять на вас галка То есть вы пишете верифай И не верифай Это высокой То есть очередная будет Какая-нибудь чистка И вас заодно зачистить могут Из-за этого у нас Чуть-чуть другая схема У нас это люди Которые в основном Старые аккаунты Которые очень мало пишут отзывов То есть смысл такой А второй момент По поводу не верифай Чем он безопасен еще раз говорю Потому что нет цепочек Таких огромных и длинных У меня есть знакомый Который вообще всего С одного аккаунта Один отзыв пишет Вот Есть кто соответственно Чуть больше Здесь стратеги разные Как бы подход разный У всех свое представление По результатам надо смотреть Вот Из-за этого Надо в любом случае Аккуратно делать Надо понимать Что мы нарушаем правила Амазона В любом случае Мы предоставляем гарантию Да В течение двух месяцев Пытаемся людей В какие-то рамки внести Потому что когда До этих чисток У нас как до индусов Когда до 20 апреля Народ это офигевал И вообще мне Гличку писали Вообще мне нафиг ничего не надо Я вообще круче всех Я сейчас тут Сделаю листинг Сделаю фото Тяп-ляп И три ключа в топ Выведу И буду в шоколаде Вот Индусов убрали Все как бы Язык засунули в одно место Сейчас над вами Не верифаю Посмотрите историю Месячной давности Десятки Если не сотни людей Писали Взаимоподписки Давайте мы друг другу Напишем Давайте Я один раз написал А плевался потом Мне там с говном Облили Или дурацкими вопросами Запарили А почему нельзя Ну подумай Если мозга нет Если ты хочешь Сэкономить 5 долларов И рисковать Готов там 5-10 тысячами долларов На аккаунте Или не дай бог Удачных продаж Там и все остальное Ну вперед Просто Я могу одно сказать На продвижение товара Какие бы вы курсы Не прошли Где бы вы ни учились Что бы ни делали Закладывайте Всегда хотя бы Процентов 50 От себестоимости То есть Вложили вы десятку Будьте добры 5 отложить На продвижение Вложили вы 3 тысячи Будьте добры Хотя бы там Здесь уже пропорциональность растет Чем дешевле Чем меньше Что пропорциональность растет Может и 2 тысячи И 3 тысячи Придется вложить Вложите 50 Соответственно И десятку Может потратиться И не надо об этом говорить Что у меня товар 50 долларов стоит Да мне вообще плевать Сколько он стоит Какая разница В любом случае Его продвигать надо Когда ты вкладывал 50 тысяч долларов Ты что думал За 500 долларов Что его продвинуть Нет Это же Когда у тебя товары дорогие И PPC по 500 долларов Закладывается в бюджет А когда у тебя товар 10 долларов И ты бюджет закладываешь Естественно 10-20 То есть надо пропорционально И когда очень многие Приходят на Амазон И у них на продвижении Вообще ноль Просто ноль Абсолютно То есть там 500 долларов Например Что с ним сделать Естественно И включают PPC Потому что PPC в долг дает И конечно в итоге Потом сливаться можно То есть ты все что продаешь Все что Все даешь просто Амазон Амазон Сделал гениальный ход Что не надо деньги вперед платить Это как у нас Куча американских Вот этих программ Которые деньги снимают потом Да там дадут там месяц Две недели бесплатно А потом автоматом Начинают снимать свои карты И все Вот здесь такая же схема То есть американцы Они в этом отношении Самые-самые крутые я считаю То есть в глобальном понимании То есть они все делают четко Из-за этого надо Уравновешивать И по PPC тоже не нервничать Потому что бывает Сливается бюджет огромный Из-за нервов просто Потому что нервы Из-за этого очень часто бывает Очень выгодно Однать на аутсорс Потому что Сложно самому все это как бы Или хотя бы должна быть Какая-то психологическая поддержка Это факт И фишка в том Что люди начинают делать Кучу телодвижений Сразу И потом начинают Ну а день идет и идет Каждый день Они сливают Сливают Как бы психологически Понятно что ты Ну амазон тебе в долг дает Но потом когда В конце месяца Ты сети все смотришь И ты налил На минус 2000 баксов Да да это уже я говорю Конечно Отдавать По-любому придется Так Давай поделать Теперь Антон Привет Можно пару слов Про минус-слова Как с ними лучше работать Кстати там вопрос еще У меня есть Можно ли заминусовать Заплюсовать осины Можно ли там бренды То есть вот эти нюансы Если можно На самом деле Я не знаю Как вам объяснить Как работать С минус-словами Это надо конкретно Открывать отчет И смотреть С каким словом Как работать Можно понижать ставку Можно не понижать ставку Можно ждать еще статистику Это вопрос Который я не смогу Ответить корректно Это ситуативно Чисто логически Даже если предположить Что нет Никто не обучал вас По PPC Как настрой Чисто логически Смотреть Если там три клика И оно тебе на минус 50 То же от товара зависит Короче Какие цели Может надо продвинуть Этот ключ Или еще что А что скажешь про осины Про всех такие микромоменты Что можно Что нельзя Я так понимаю Осины нельзя Блокировать И нельзя плюсовать Там То есть вот такие вот моменты есть Да ну Как-то особо Особо вроде и нет Просто мне недавно Вопрос такие задавали Частные Так значит Если уходить в out of stock Может Дропера пустить На Алисин Пустить и перепуг Короче По out of stock Ситуация абсолютно непонятная На данный момент Могу только сказать про себя И как я делаю Многие рестарты Еще раз говорю Раньше люди приходили с рестартом Это просто Ну вот тебе кстати ПППС Ты сейчас рассказываешь Какие-то убогие просто товары Приходят Вот Ко мне Раньше такие приходили У меня был человек Который Месяц или два сидел без бульетов Не знал как их забить Куда Вот То есть Когда там настраиваешь Там было все Ну достаточно нормально И можно было вывести Достаточно легко на продажу А сейчас приходят реально уже люди Которые прошаренные Которые В принципе много чего знают Но Каким-либо причинам Могу сказать Основные причины Основные причины Пришли более активные конкуренты И просто их выдавили И они вовремя не проанализировали Не увидели эти отчеты И не сделали Контрмеры Там Что-то Что-то там Как-то поработать С своим товаром И так далее Думали что вот пришли Зацепились А это в основном Происходит с теми Кто зацепился Не за топ 3 Например Которых очень сложно И новичку долбануть А именно Ну по-честному я имею в виду А именно Зацепили за десяточку Например Они там Топ 10 например Они там по всем ключам На первой странице Но не в начале А в такой Внизу Ну так приходят новички Которые вливают бюджет И постепенно выдавливают Я прям вижу Вот многие такие товары Которые прям Сначала с первой выдавливаются А с первой ушел Все И пошло Поехало Вот Из-за этого Работаем вот так Другого в принципе Я ничего сказать не могу А по поводу Аутовстока Вот сейчас я как раз Если сказать То я просто-напросто Все те товары Которые у нас продавались Неплохо Хорошо Я уже много раз рассказал Мы сейчас делаем рестарт Рестарт Так как у меня сейчас Есть новая услуга Мы подцепляем В принципе Ну я думаю Многие это умеют Или знают Я не знаю Мы как Кто не знает Можете обращаться Подцепляем Старые Например Свои отзывы Легко То есть сейчас я как делаю То есть я сделал новый Листинг Абсолютно новый Его запускаю Его Делаю boost Надеюсь на boost Амазон естественно Все как обычно Я естественно и ключи знаю И все остальное Мы это запускаем И сразу же подцепляем Те отзывы Тех Своих листингов Старых Чтобы они нам не мешали То есть они Вариации Тусуются И у нас уже там Есть какой-то объем Там по отзыву Вот в принципе И вот так И везу уже Огромное количество товара Чтобы не вылезти в аутосток Аутосток Это беда Если конкурентная ниша Средняя Нормальная И так далее У меня нормальный С аутостока Выйти не получается Не то что не получается Но у всех естественно Свои рамки Просто до аутостока Я выходил гораздо дешевле И гораздо на больше объема Чем после аутостока Я также делал рестарт Из-за этого мы Бустим новые листинги И обновляем То же самое с Рестартами чужих людей То есть люди приходят Мы делаем смену осину То есть мы делаем рестарт Без вывоза товара Нам с Амазона Это намного дешевле А главное быстрее Всего стоит 200 долларов Если еще перенести Отзывы Это еще сот То есть 300 долларов И там я не знаю В течение Несколько часов Там у тебя Новый листинг Но надо к этому Быть подготовленным И иметь бюджет И иметь товар насадки То есть это делается Только для этого Если этого нет То никакого смысла Все в принципе Вот весь аутосток У кого-то низкая конкуренция Там все незаметно проходит У кого-то совсем все плохо становится У меня получается Средний вариант Который меня не устраивает Потому что я понимаю Что я продавал Я в аутосток Вылетал под сотку Я вышел там Потратил те же бабки Ее мы на продвижение И вышел на 40 продаж Зачем мне это надо У меня все топовые позиции Все есть Я Amzalan все что индексирую Все поднял И сразу проиндексировался Но Есть помимо этого Еще огромное количество Низкочастотников Которые дают Также генерат продаж Как я говорил Киевер-инспектор показал У одного из бестселлеров Семьдесят пятьдесят пятьдесят тысяч Топ-двадцать Топ-двадцать То есть Семьдесят пятьдесят Почти первых страниц у человека Так что у товара Так что и у нас Та же самая история Надо 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 Что-то делать То есть Всех стратегий разные Кто-то там Поднимает ППС-шкой Кто-то Раздачей Кто-то там Всякими сервисами Типа через Купонаторов Так скажем Вот Кому что нравится Я вот предпочел То есть После нового года Будет много информации Конечно Не знаю Вот И можно будет опыт рассказать И такое И такое Ну вот сейчас так Да Сроки разные У меня есть человек Который неделю Просто в аутовстоке был И все потерял А у меня Двухмесячный аутовсток Вот в состав продаж Я ушел Но у меня был классный аутовсток То есть Вот я говорю По поводу дропов Там или еще что-то Я не знаю Это так мелочное Мне это неинтересно Вот эти вот загоны Сидеть там думать Такие вот схемы рисовать Да проще Я лучше рестартну И Грамотно Еще лучше чем раньше Я в товар верю Вот И подцеплю Своей тезы Вот Со спикером связаться Внизу там Есть под постом И в любом случае Я дам ссылку Никаких проблем нет Вот И по аутовстоку То есть Вот таким образом Я и делал Вот Там Достаточно Сроки разные То есть от недели И до месяца Вот так На новом листинге Старые ключи Нет конечно Вы начинаете с нуля В этом весе смысл Что такое буст Амазона Если кто не знает Как я себе это вижу Я не знаю Может кто-то другой видит Я не считаю Что есть буст Амазона Просто на начальной стадии Как мы делаем автоматы Как мы делаем начальный старт Амазона Амазон не понимает Кто вы такие Он Если у вас листинг Достаточно прозрачный И достаточно ограниченное Количество ключей Он как раз по ним И вас и гоняет По всем этим вариантам Если у вас полезные действия Зацепляет Особенно если органика есть Если какие-то продажи И вы соответственно Становитесь классным продавцом Вот и все Он туда засунул Сюда засунул Никакого действия Никакой Полезных действий То есть на вас Никто не класснул Никто не посмотрел Никому вы не интересны И если Вот этот момент Нормально пробустить Ну все более-менее нормально А буст у всех разный Кому как нравится Ну естественно Вы должны подготовить товар Все Еще вопрос у нас есть? Вроде нет Давай заканчивай тогда Рассказывай концовочку И в принципе Дадим Под нашим видосом Дашь свои реквизиты И все Реквизиты Прямо сразу Я не откину Да-да Ну что ребята Короче Ну и Кейси рассказал Там все увидели По ценам Я напомню Сколько у нас все стоит Вот эта работа То что мы полностью Просматриваем рынок И все остальное Даем рекомендацию В первом месте У нас с ССИН Идет 450 Если это один товар Если вариация То плюс 50 И каждый месяц Дальше обслуживание Одной вариации 150 долларов Если одна вариация Допустим Ну я имею в виду Если один товар То 250 долларов Если есть еще Вариация То 150 долларов Каждое Вот И естественно У нас Манибэк Гарантия Две недели За две недели Больше чем Достаточно Понять Поможет Амазо Пеписи Или нет Даем денежку И все Никто не Плюс Мы решили Сделать Именно Обучение Полностью Это Решили Затестить Короче Потому что Максимум Три человека Смогласили Сейчас Это Мы возьмем Кому надо На его Пеписи Прям Четко Конкретно Будем Рассказывать Что Зачем Мы делаем Все Причинно-следственные Связи Просто Проведем За руку На Три Месяца Это Надо Приблизительно Чтобы все Понять Надо Два Три Месяца Вот Мы предлагаем Я подумал Что Больше всего Чтобы Мы сделали Это На Три Месяца Это Услуга Полностью VIP Luxury VIP Game Detection Это Будет Тысячу Восемьсот Долларов Полностью То есть Консультация И все Остальное Но Я смогу Василий Сейчас Плюс Чтобы Не просели Другие Ребята Максимум Троих Как потом Аштабировать Это будем Или не будем Я не знаю Может Прикроем И не будем Больше обучать Вот так В принципе Ну Все Да Сказал Ну Все Понятно То есть Здесь Есть смысл Ты будешь Отличаться От Других Таких По Обучению Именно тем Что ты будешь Отлично Вести И этим Лично Заниматься Так Ну Да Это Просто Прям Коучинг Личный На Вашем ППС Ну Плюс У меня Есть Еще Помимо ППС Опыт Всего Запусков Товаров Я Рассказываю Все Полностью Рынок Оценить На что Смотреть И Какие Могут Ситуации В будущем Потому что Я Уже Кучу Ситуаций Пересмотрел Пока Не Запускался Все Понятно В принципе Тут Опять Вне Вопрос Товар Для Перезапуска Должен Быть На Складе Или Его Нужно Будет Завозить На Новый СК Если Вы Хотите Перезапуск Делать Я Еще Говорю Можно Как Раньше Мы Все Делали Потому что На Амазоне Перебросить Товар По Нормальному Нельзя И Мы Соответственно Возили Делали Переклейку Новых Наклеек Делали Переклейку Наклейку Отправлять На Амазон Это Долго И Дорого Сейчас Есть Такая Возможность Перекинули Осина Да И Все Ну Вот И У вас Как Новые Слежи Я Делал Так Себе Что У меня Максимум Амазон Может Перекинуть С одного Осина На Другой 50 Некометр Ну Там Короче Много Схем Есть Схема Когда Не Всегда Все Получается И Здесь Ребята Которые Могут Как Говорят Все Всегда Никаких Проблем Нет Через Амазон Это Именно Через Поддержку Делать Это Гиблое Дело Они Мне Потеряли 250 Единиц Товара И У меня Кейс До сих Пор Висит Они Не Переклеили 50 А 250 Потеряли Ну Я Из Это Говорю То есть Есть Люди Которые Просто Раз И Готово И Все Потому Что Это Вливание Денег В песок Амазон У нас Уже Не Бустит То есть Он Нигде Не Показывает А Нам Самим Надо Потратить Гораз Больше Денег То есть Я Даже С Продаваемых Товар Это Я Говорю Не О Мертвых Товарах Которые Там Я Не Знаю 100 Тысяч Миллион Бестселлер Рэнк Я Говорю О товаров Которых Бестселлер Рэнк 6 Тысяч Говорю 5 Тысяч 4 Тысяч Просто Хочется Глобально Заниматься Продавать Сотнями А не 10 20 Когда С людьми Я Продаю У меня Продаж День Сегодня Есть Завтра Нет Это Не Очень Интересно Так Связаться Со Спикером Ты Сам Скинешь А Как Сделать Чтобы Это В Шапку Я В Шапку Добавлю Хорошо Добавь Меня В Шапку Пусть Люди Пишут И У меня Большая Просьба Всем Кто Будет Писать Спрасывайте Сразу Осин Бестоимость Товара И Если Можете Сразу Мне Еще Отчеты По ППС Потому Что Без Этого Я Вообще Разговаривать Не могу Еще Знаешь Как У меня Вопрос У меня Вопрос Тогда Не Специалисты ППС Вообще Это Знаешь Какой Вопрос Там Еще Галку Надо Поставить Чтобы Не Всегда Можно Сделать Выгрузку Галочку Надо Поставить Чтобы Выгрузку Потому Что У нас Иногда Бывает Выгрузить Нельзя С чем Связано Я Не Знаю С Это Забав У меня Тоже Когда Давно Был А Сейчас У меня Такого Нет И Все Кто Обращались Тоже Такого Нет Поддержка Периодически Периодически Просто Пишут Вы Не Поставили Как Я Не Понял Все Нормально 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 Бак Такая Фигня Потому Аккаунтов Товаров Много Я Особо Там Я Говорю Не Так Глубоко Не Углубляюсь Вот И Иногда Метов Ступор Конечно Впадаю От Эти Всяких Писископ Нормально Все Подтягиваю Там Нормально Все Понял А Сейчас Писископ Какая Там У нее Цена Я Не Помню Вроде У меня Это Сам Писис Тулс Ну Я Как Б Сам Там Работаю Потихонечку Да Надо Создавать Еженедельно Илья Пышет 65 Долларов Амазон Хранит Отчет Только Два Месяца Поэтому Нужно Поставить Галку Создать Эжемен Отчеты Достал Сдан Отчет Галку Посижу Поковыряю Ну Говорю Я Вот Так Занимаюсь Пеписи Халатно Очень Так Что Зато У меня Есть Реально Я Понимаю Какой У меня Мощный Потенциал Которым Я Могу Использовать Да Но Я Всегда Я Говорю Меня Он Как Это Я Просто Такой Человек Нервный Наверное Я Когда На Этот Смотрел Таймер Меня Просто Убивало Все Это Дело Мне Приходилось Искать Другие Способы Движения Товаров Вот То есть Я Вот так Я Как Это Самое У меня Товарищ Рассказывает Сергей Как раз О том Что Надо На Большом Биде Выходить Чтобы Максимум Статьи Собрать У меня Сил На Это Нет Я Выхожу На Больших Раздачах Но С маленьким Маленьким Бидом Да Согласен У всех Своё В принципе Я Думаю Все Расскрыли Что Хотели Рассказали Результаты Есть Результаты Я Читаю Нормальные Работать Можно Кому Что Надо То есть Да Плюсы Этот Есть Еще У меня Человек 5-6 Только Недавно Запустились Тоже Проведем Еще День Лайф Расскажем Что Ты Еще Про Гаранчив Не Сказал Напомню В любом Случа Тоже Для Многих Это Важно Хоть Ты Сказал Что Многим Деньги Потому Что Никто Здесь Не Обдирает Если Нет Результаты Лучше Деньги Отдать Да Я Наоборот Я Переверзен Из-за Того Что Я Лучше Отдам Деньги Сразу Допустим Там Понятно Когда Ты Запускаешь ППС Где-то В ближайшие 4 Дня Будет Толк С Этого Или Нет 4-5 Дней Вот Вообще Наверное Больше Меньше Понятно Что Там Дальше Будет За Ситуацией Вот И Две Недели Больше Чем Достаточно Для Того Чтобы Понять Нужно Оно Или Нет А В Течении Двух Недель Мы Вернем Деньги Если Что Не Так Спасибо Сергей За Ссылочку Воспользуюсь Ну Все В принципе Тогда Думаю Тогда Думаю Можно Заканчивать Всем Спасибо Что Пришли Послушали Может Кому Это Пригодится Всем Удачи Всем Пока